Руки человека способны на многое. Они позволяют нам не только есть и трудиться, но и делать много других вещей. Если вы поднимете свою энергетическую систему до определенного состояния или до определенного уровня вибрации и интенсивности, тогда вы узнаете, что ваши руки — это великолепный инструмент. В йоге мы говорим, что вот эта поверхность безымянного пальца может управлять всей Вселенной. Это как компьютерная мышь. Вы можете настроить свою систему так, как вы этого хотите. Если, конечно, знаете, как это сделать, и нужно сейчас терять этот палец, так это не сработает. Если вы знаете, как с этим обращаться, он будет как компьютерная мышь. Вы сможете активизировать свою систему так, как захотите, просто используя безымянный палец. Так что руки способны на многое. Не только на прием пищи и физическую работу. Это целая наука. Сейчас мы не сможем рассмотреть ее подробно. Если вы просто развернете руки ладонями вверх, ваше дыхание изменится. И это касается не только дыхания. То, как ведут себя базовые энергии, будет сильно отличаться. Вот так и так. Огромная разница. Вот каким инструментом являются ваши руки. Сколько раз в день неосознанно вы делаете так? Если вас просят о чем-то, в Индии это означает «нет». Вы продолжаете делать так, и при этом хотите быть умиротворенными и радостными. Жизнь так не работает. Если вы делаете так, то создаете беспорядок в своих энергиях. К вам точно не придет покой. Вы сможете только упокоиться с миром. Да. Покой к вам не придет. Это как если бы вы сели в машину и, не зная для чего нужны педали, просто бы давили на них, как вам вздумается, под музыку. Представляете, с какими рывками вы бы ехали? Задумайтесь. Ваше благополучие происходило рывками, не так ли? Да. Ваше благополучие приходило к вам рывками. Умиротворение и счастье — все происходит рывками. Оно всегда может рухнуть в одно мгновение и снова появиться в следующее. Но можно научиться использовать руки так, что если вы просто передвинете палец, что-то произойдет на другом конце мира. Вы сможете повлиять на события где угодно, в совершенно другом месте, где захотите. Потому что руки — это инструмент для всего. Это как панель управления всем. Вы можете либо остаться маленьким человеком, либо превратить себя в огромную возможность. В любом случае, панель управления находится здесь. Поэтому, в каком-то смысле, безымянный палец имеет большое значение для того, чтобы раскрыть ваше тело и весь человеческий механизм для многих возможностей. Если вы хотите, чтобы человек стал открытым для вступления в брак, чтобы он стал женихом или невестой, вы надеваете ему кольцо на безымянный палец. Не так ли? В некотором смысле человек становится открытым. В некоторой степени вы понимаете, что если сделать так, то произойдут определенные изменения. Поэтому используется именно безымянный палец, а не какой-то другой. Конечно, сейчас многие представители New Age сообщества носят кольцо на большом пальце. Это неправильно. Вы начнете привлекать энергии определенного типа, с которыми не сможете совладать. Кольцо также стабилизирует систему. Если надеть металлический объект на безымянный палец, он стабилизирует систему. Существует множество других измерений. Но если упростить, это как пульт для открытия измерений вашего тела. Без открытия этого Вселенная не существует. До тех пор, пока вы не откроете глаза, мир для вас не будет существовать. Не так ли? Если ваши глаза всегда закрыты, мир для вас не существует. Точно так же, не открыв эту систему, вы не откроете Вселенную. Так что смысл безымянного пальца на самом деле не в открытии Вселенной. Он влияет на эту систему, человеческий механизм. Открыв его, вы откроете космос. Космос присутствовал всегда. Просто вы не открылись ему. Если вы знаете, как использовать безымянный палец, что потребует определенного, не делайте так во время медитации. Не сидите таким образом, иначе вы во многих смыслах будете рассеивать свою энергию. Лучше использовать йога-мудру или раскрыть ладони. Не используйте безымянный палец, потому что это требует совершенно иного вида обучения и подготовки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok